Вес этого снаряда 7 тонн. Спортсменам нужно с помощью каната подтянуть его к себе за максимально короткое время. На всероссийском турнире 11 участников из разных регионов России доказывают, что люди сильнее машин. Эвакуатор с дополнительным грузом атлеты должны притянуть к себе на 20 метров. Кажется, расстояние не такое уж и большое, но простые зрители даже представить не могут, какую силу необходимо приложить для достижения результата. И все это к тому же на время. Это эстафета одной из пяти заданий всероссийского турнира «Люди сильнее машин». Соревнования проходят в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». Его курирует известный севастопольский атлет Михаил Паллер, который предложил подобную идею на встрече с президентом России Владимиром Путиным именно здесь, на Константиновской батарее. 21 ноября дополнительное испытание для силачей подготовила небесная канцелярия. Севастополь встретил участников турнира ветром и холодом, но погода никак не отражается на результате атлетов, говорит организатор. Есть параметр тренированности, подготовленности атлета. У нас говорят, извини, это силовой экстрим. Я могу привести в пример, есть соревнования Arctic Man, они вообще проводятся на снегу с обледеневшими снарядами. Бывают примеры, когда, например, «Сильнейший человек мира» проходил в стране Ботсвана африканской, там было плюс 40. Ну или в прошлом году, вот наши евразийские игры, это погода, то есть было 35 в тени. Следующее испытание для силачей – перенос гигантской покрышки весом в 100 килограмм. Задача участников – сделать 10 переворотов снаряда, 5 в одну сторону и 5 в другую. На выполнение задания дается минута. Борис Харламов сумел за 37 секунд перевернуть покрышку 9 раз. Участие в турнире он считает возможностью установить новые рекорды. Восемь воротов, ну и неужели выходит уже вперед? Красава, давай, 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 давай! Сейчас весь Севастопль, все зрители прямого эфира аплодируют, потому что было 9 воротов по крышке. Я, наверное, потомственный спортсмен, потому что мой отец был сильнейшим человеком России, и я с маленького возраста ходил с ним в тренажерный зал, на тренировочную базу и тренировался, поэтому как-то с самого детства, так скажем, с молоком матери впитал себя силовой экстрим. Когда уже ты выступаешь и выходишь на площадку, тебе ничего уже не важно. И чем условия хуже, тем это все брутальнее, заводит тебя сильнее. Особым гостем всероссийского турнира «Люди сильнее машин» стал один из сильнейших атлетов мира Михаил Шевляков. Ему принадлежит действующий рекорд в дисциплине становая тяга оси Аполлона. Рекорд составляет 387 килограмм на нестандартном грифе, называется Аполлон-аксель, то есть толщина грифа 50 миллиметров, и этот рекорд мы выполняли тоже в рамках турнира в городе Омска. Честно говоря, год не помню, по-моему, 2014-й. Тогда мне удалось поднять 387 килограмм. На турнире Михаил Шевляков давал советы молодым и опытным богатырям. В завершении состязания участникам предоставили возможность побить рекорд сильнейшего атлета в дисциплине становая тяга оси Аполлона. Дарья Юхновская, Александр Устич, Севенфорумбюро.